Именно в информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность. Мир вошел в эпоху гибридных войн и цветных революций. И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты. С этой целью широко используются возможности информационных ресурсов, в частности сети интернет, мессенджеров. Социальных сетей. В результате за прошедшие месяцы соцсети и телеграм-каналы наводнились чушью, грязью, бесстыжим, бессовестным враньем. Люди потеряли всякую совесть. Я уже не говорю о тех, которых я взрастил на собственных руках от собственной груди. Да Господь с ними, я же президент. В семье разные бывают дети. Но вы посмотрите на наших творцев. Вы посмотрите, они вчера кланялись, извивались, радовались, пели, плясали. Что с ними случилось буквально за сутки? Встречаясь с активом в столице и других городах, я бросил такую фразу. Я человек терпеливый. Я люблю разные точки зрения, разные мнения. Я пришел к этой власти из-за позиции. У меня стреляли, меня избивали, меня ломали, но я не ходил и не плакался. Я знал, куда я попал. Мы власти, я прежде всего, как действующий президент, примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте. Предательство не прыщается даже на небесах. Если вы не способны и к чему-то не готовы, уйдите в сторону. Не мешайте, не путайтесь под ногами. Дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию. И сделаем так, как надо белорусскому народу. Но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос. Но это то, что на поверхности. Гораздо опаснее скрытые угрозы. Современное информационное оружие работает не только с сознанием, но и с подсознанием человека, что самое опасное. Он даже не замечает, что становится объектом манипуляции. Мы предполагали и не ошиблись, что в нынешней избирательной кампании будут масштабно использоваться все эти методы воздействия. Цель – стравить людей друг с другом, обмануть, напугать, запутать и в конечном счете спровоцировать на уголовное преступление. Да, пока горячей войны нет, не стреляют. Еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против белорусства бросены миллиардные ресурсы. Мобилизованы новейшие технологии.